К нашему эфиру для обсуждения темы присоединяется Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона Айдар. Евгений, как всегда, рада вам в эфире Freedom. Добрый вечер, слава Украине! Героям слава! Героям слава! Евгений, так вот, операция, Курская операция, операция в Курской области, стала ведь сюрпризом для мира. И Соединенные Штаты Америки даже благодарили, что Украина, скажем так, не предупредила, что ли, о начале этой операции и вообще о своих вот таких планах. Но, тем не менее, это не повлияло пагубно на эффективность, а наоборот, сделало, скажем так, мы все страхи, которые могли бы быть, если бы мы сообщили об этой операции, мы просто их изначально не допустили. И, возможно, это и является также одним из залогов этого успеха. Так вот, как вы считаете, насколько эффективность этой операции, вероятно, уже определенные аргументы, которые были приведены по поводу необходимости этой операции, могут все-таки повлиять на решимость наших партнеров по поводу новых пакетов помощи, их расширения? Ну, надо понимать, что наши партнеры при всех их, скажем, даже при всех их сильных странах, слабых странах, ключевое то, что наши партнеры – это демократия. И политики в странах наших партнерах очень сильно ориентируются на общественное мнение. Иногда это для нас работает на плюс, гораздо чаще для нас работает на минус, но это та реальность, в которой мы существуем. То есть, с нами не работают, нас не поддерживают те страны, где достаточно договориться с одним диктатором, и дальше, так сказать, он сам лично будет определять всю политику. Нас поддерживают именно те страны, где все все обсуждают, и общественное мнение является ключевым. И один из очевидных уже результатов курской операции – это то, что общественное мнение на Западе поменялось радикально. Вот даже если бы не было никаких других результатов, а был только один этот, то, насколько изменилась вообще вся тональность сообщений в западных медиа не только о курской операции, как такой, но вообще о нашей войне, вот только одно это уже бы стоило полностью проведение этой операции. Потому что, напомню, что перед началом курской операции доминирующим во всех западных медиа был лейтмотив принуждения нас к заморозке конфликта. Кто-то делал это абсолютно цинично и нагло, просто именно пытался нас нагнуть. Кто-то якобы лил слезы сочувствия, но готовил общественное мнение в том ключе, что ну жаль, конечно, украинцев, но ведь факт есть факт, против лома не попрешь, Россия непобедима, пора договариваться. Этот лейтмотив был уже очень доминирующим, и голоса тех, кто пытались доказать, причем доказать именно с фактами, с цифрами, что у нас не только нет никаких оснований сейчас идти на, по сути, капитуляцию. Назовем вещи своими именами. Заморозка конфликта на русских условиях – это капитуляция Украины. И это то, от чего нам ничего хорошего дальше ждать не приходилось. Так вот, голоса тех, кто считал, что нам, как бы, мягко говоря, рано капитулировать, а наоборот, Россия постепенно начинает сдуваться и сливаться, и пик ее возможностей остался где-то в зиме-весне этого года, а дальше там будет только хуже и хуже. Мы же наоборот, медленно, но верно, все-таки набираем обороты. Так вот, эти голоса были почти не слышны. А вот Курская операция переломила полностью все. Теперь наоборот, снята вообще дискуссия о том, можно ли вообще победить Россию. Опять стало абсолютно очевидным, что ее можно победить. А дальше уже дискуссия идет по совсем другим вопросам. Первое, кто хочет, чтобы Россия была побеждена, а кто этого опасается? Такие, увы, среди наших союзников тоже есть. И второе, это среди тех, кто согласен, что побеждать Россию надо, дальше идет дискуссия, как этого добиться. Но, в принципе, сам факт, что Россия победима, это теперь снова стало фактом не только для нас, мы это знали все время, но это стало фактом, наконец-то, снова и для западных обществ. Я еще раз повторюсь, если бы даже это был единственный результат, он бы уже все это оправдывал. Но результат, мягко говоря, не единственный. Еще один результат, который тоже сам по себе вполне бы оправдал эту операцию, это изменение баланса по военно-пленным. Вот даже если бы мы просто сходили, так сказать, вот знаете, как когда-то ходили татары на наши земли в набег за Ясыром, то есть вот за, так сказать, для захвата рабов. Вот если бы мы просто вот так вот прогулялись в Россию и пригнали две с половиной тысячи пленных, это тоже рейд был бы оправдан. Но, а у нас это идет вообще как, в общем-то, побочный эффект. Ну, потому что это не рейд, потому что это очень серьезная большая операция, и две с половиной тысячи пленных – это просто один из маленьких бонусов, которые мы, по ходу, получили. Но этот бонус сам по себе очень ценный. Вспомните, как долго Россия вообще не вела переговоры с нами об обменах, а теперь вдруг сама этих переговоров запросила и быстренько согласилась на первый, так сказать, маленький обмен к нашему Дню Независимости, явно понимая, что именно такой обмен к Дню Независимости явно усиливает позиции нашей власти, вот они обычно этого старательно избегают. А тут уже вот мы с ними начали в вопросе пленных, мы, наконец-то, с ними начали говорить, если еще не с позиции силы, то, по крайней мере, хотя бы уже на равных. Все это время был явный дисбаланс, у них было гораздо больше пленных, чем у нас их, и все из этого истекающее. Ну и, наконец, самое главное все-таки, это то, какие процессы теперь эта операция запустит в России. И вот тут, конечно, надо понимать, что абсолютно не случайно боевым действиям в Курской области, которые по масштабу, но это больше, чем боевые действия сейчас в Харьковской области. Это меньше, чем боевые действия в Донбассе, но это больше, чем боевые действия в Запорожской области. Это тем более больше, чем в Херсонской области. Так вот, этим боевым действиям в Курской области в российских медиа, в российском полностью контролируемом информационном пространстве уделяется, ну, несравнимо меньше внимания, чем какому-нибудь там одному волчанскому, или даже какому-нибудь там работину. А это очень не случайно. Потому что именно курская операция, она смертельно опасна для путинского режима. Вот им сейчас главное, с военной точки зрения, они уже понимают, что быстро нас оттуда выбить не удастся. Они уже, кажется, принимают эту реальность. Вот. Они сейчас будут засыпать Курскую область срочниками. А вот это уже... А потому что других ресурсов нет. Кроме срочников, серьезные резервы все на фронте. То есть, бросить туда боеспособные части, это значит, ну, уйти из Донбасса, например. Так вот, они пока не хотят уходить из Донбасса. Они пока старательно будут продолжать свое наступление, пока могут. Соответственно, Курскую область они уже начали засыпать срочниками, собранными со всей России. А срочники, это не контрактники. Вот если жены и матери контрактников, в случае чего, просто становятся в очередь за Ладой Калиной, то от матери 18-летних детей, которых забирали в армию под гарантию, что на СВО их не пошлют, вот это уже совсем другая история. И сейчас российские власти всячески пытаются сделать вид, что происходящее в Курской области, это что-то очень мелкое, очень приграничное. И для них сейчас вся ставка, чтобы русское общество вообще не осознало, что происходит. Но чем дольше мы там остаемся, и тем более, чем больше мы будем расширять там территорию, и чем больше срочников они будут к нам навстречу высылать, и соответственно эти срочники будут там либо погибать, либо сдаваться в плен, пока они, кстати, именно массово сдаются в плен, несравнимо больше, чем контрактники на СВО. Так вот, чем дольше эти процессы будут продолжаться, тем больше до русского общества наконец-то начнет доходить, что король-то голый. А тут надо вспомнить особенность русской ментальности. Русские всегда прощали своим царям, диктаторам, кто там у них правил, они всегда им прощали любые зверства, любые преступления. Ну вот можно взять, например, просто устроить геноцид Пскова и Новгорода, просто взять, вырезать там все мужское население, и тебя будут очень так уважительно называть грозный. А вот слабость и проигранные войны диктаторам и царям никогда не прощались. Вот это единственное, чего русский народ своим владыкам никогда не прощал. Это именно слабость перед внешним врагом. А эта слабость сейчас демонстрируется с каждым днем продолжения вот этой вот курской операции. Вот король голый, и для того, чтобы это стало очевидно, нам понадобилось наконец-то преодолеть эту красную линию, нарисованную Байденом, наконец-то зайти через поребрик. И оказалось, что колосс-то на глиняных ногах, очень на глиняных. Вот сейчас этот колосс сдувается. Спасибо вам огромное, Евгений. Перед тем, как попрощаемся, хотел, пока вижу вас, прорекламировать наше с вами интервью, которое мы сделали в рамках проекта «Люди доброй воли». Оно уже вышло. Наши зрители могут его найти на нашем канале в Ютьюбе. И там Евгений не просто как экс-командир взвода батальона «Андар», а как в первую очередь большой украинский ученый. Всегда рады вам в нашем эфире. Спасибо, Евгений. Благодарим. Спасибо вам. Всего доброго.